Здравствуйте! Сегодня 7 октября и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Попытки пары евро-доллар вчера на торгах в Азии продолжить нисходящую коррекцию не принесли желаемого результата, продемонстрировав сохранение хорошего спроса на спадах. До начала европейских торгов пара держалась в узком ценовом диапазоне на уровне закрытия вторника. Успешные результаты аукциона по продаже португальских гособлигаций, а также позитивный отчет по объему производственных заказов в Германии, заметно превысивший прогноз экономистов, помогли евро восстановиться. Сначала к максимальным уровням вторника, а затем до отметки 1,3880, обновив при этом максимум от 3 февраля. Однако появившаяся на рынке информация о новом снижении кредитного рейтинга Ирландии и возможном пересмотре Еврокомиссии долговых обязательств и бюджетного дефицита Греции в сторону их повышения вынудила пару откатиться назад, отметив на снижении минимальный уровень дня 1,38. Здесь вновь валюте оказали поддержку слабые данные США по запланированным увольнениям от агентства ИДП и публикация прогнозов МВФ об увеличении темпов экономического роста в странах еврозоны. На фоне этих сообщений баки по евро оживились и с началом американской сессии курс единой валюты активно рванулся вверх. К концу дня евро-доллар установил новый многомесячный максимум, преодолев ключевую отметку 1,39 и зафиксировав максимальный спрос на уровне 1,3947. На сегодняшних торгах предполагаем попытку тестирования вчерашнего максимума 1,3947 и в случае его пробоя продолжение подъема в направлении 1,4025-1,4050. Если пробой этого уровня не удастся, пара развернется на снижение в направлении 1,3876-1,3838-1,3794-1,3759. Британский фунт провел вчерашние торги относительно спокойно. Открывшись в Азии на уровне 1,5887, валюта, пользуясь слабостью американского доллара, смогла укрепиться до 1,5938, все еще получая поддержку от позитивных данных вторника по деловой активности в секторе услуг Великобритании. Однако на этом уровне в торговлю активно вмешались продавцы британской валюты, которым на фоне падения фунта в кроссах с быстрорастущим евро удалось погасить восходящую динамику пары фунт-доллар и опустить ее курс к минимальному уровню дня на отметке 1,5833. Позднее на американской сессии продолжающаяся по всему спектру рынка падение доллара США помогло фунту скорректировать убытки и вернуться к уровню 1,5913. Но и здесь задержаться в люте не удалось, пара снова снизилась, завершив день вблизи уровня его начала. Сегодня еще возможен небольшой рост фунта, а далее ожидаем разворот пары и снижение курса британской валюты к целевым уровням 1,5833-1,5804, 1,5774 и 1,5725. В экономической статистике четверга Япония представит индексы ведущих и совпадающих индикаторов, которые, по всей видимости, продемонстрируют некоторую стабилизацию экономической активности в стране. Кроме того, будут опубликованы сентябрьские показатели объемов заказов на оборудование. Данные по динамике объемов промышленного производства опубликует сегодня Великобритания на прежнем уровне и Германия со значительным превышением. Центральным событием четверга станет публикация решения Банка Англии и Европейского Центрального банка по основным процентным ставкам. Изменений здесь не ожидается. Ставки, скорее всего, останутся на прежнем уровне 0,5% и 1% соответственно. Сегодня же будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии и состоится ежемесячная пресс-конференция председателя Европейского банка Жанна Клода Трише. И, как обычно, по четвергам в США выйдут показатели количества первичных и повторных обращений за пособиями по безработице, а также показатели объемов запасов природного газа и уровня потребительского кредитования. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.